Так, слушайте, что я хочу сказать. Вот интересно, значит, у нас около там, недалеко от нашего дома, было вот это объявление, что карнавал, 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 и приходите к нам, в таком-то адресу будут, там был нарисован клоун, еда, вот, значит, еда, карнавал, трамполин, ну, вот этот, на котором скачут дети, и что-то ещё, и многое другое, игры, и многое другое. И мы пошли, значит, подходим, там около без 10 где-то, наверное, мы подошли без 10, и такие приветливые, такие приветливые еврейские мужчины, я говорю, у вас только для евреев, он говорит, нет, для всех, ну, говорю, через 10 минут, я говорю, а сколько стоит? Он говорит, игры, трамполин, еда, ещё что-то по доллару, а игры все по 50 центов, я думаю, ну, нормально, вот, и мы пришли туда, и вот вы видели, сейчас, ну, там, на этих кадрах, посмотрите, да, или посмотрели уже, вот, и я посмотрела, как они делают деньги фактически из ничего, вон, то есть, такие вот простецкие игры, палочками фасоль собрать, кто быстрее из такого самолётика водного будет пшикать на маленького утёнка в воде, и кто быстрее, чей утёнок быстрее дойдёт до финиша. Потом там, значит, это, сладкая вата, вот, Джаред ел по доллару, получается, два раза он съел этой сладкой ваты, там, значит, они по 50 центов, маленький стаканчик колы, 50 центов, маленький, маленький, маленький стаканчик колы, да, какой колы, но я ему обычно не покупаю, но тут, ладно, знаете, 50 центов, да, то есть, я так смотрю, думаю, если бутылка, например, стоит 1,35$, где-то приблизительно бутылка колы, да, из этой бутылки они уже, ну, половина, это 100%, они сколько-то навар сделают, да, потому что каждый ребёнок подойдёт и возьмёт этот маленький стаканчик по всеколы, да, и получается, да, ну, даже, как бы, в три раза они где-то выигрывают, например, потом, какие-то у них были маленькие тянучие конфеты такие, тоже 50 центов, ну, то есть, это не стоит столько, сколько они за это всё взяли, но во всём участвовали дети, и дети все были возраста, вот, Джареда, 7, 8, 9, там, лет, по-моему, там, ну, где-то так, может быть, ну, старше, по-моему, 9 лет было, вот, лет 10, и вот этот, который сладкую вату делал, и вот, то есть, я смотрю, да, и за кассы, за кассы, когда на этот карнавал мы спрашивали, что и как, у них был специальный, был кассовый такой аппарат детский, и они нам оговорили эти дети, что и как и почём, да, вот, ну, папа там немножко включился, объяснил, и потом пришло столько детей, вот этих еврейских, мне было интересно, что мы с ними потусовались, да, с этими еврейскими детьми, как бы потусовались, как они нам объясняли, дети как дети, такие же, как все остальные дети, потому что они очень обособленно, как бы, живут, да, у них свои школы, у них свои бизнесы, у них чуть ли не свои улицы, они все друг друга знают, у них свои синагоги, туда просто так не придёшь, вот, я так думаю, хотя у нас, например, рядом много синагог, ну, так просто вот туда не можем зайти, например, я так думаю, хотя, может быть, нас не выгонят, но они что-то будут объяснять, что, в общем-то, что у них свои правила и так далее, вот, ну, просто мне было интересно, что вот, они были к нам очень доброжелательны, водичку нам там дали, пока мало было детей, увидели, что мы так отличаемся от всех, вот, потом, значит, ну, вот тоже трамполин этот, да, каждый ребёнок по доллару, да, по доллару, какой-то определённый, там уже потом очередь была, мы там пришли первыми, и он попрыгал, потом, значит, там, я смотрю, уже очередь выстроилась огромная, то есть каждый по доллару, вот тебе уже там 100 долларов, это запросто они сделают, ну, они 2 часа там сделали, но они, я думаю, что позже закончат, да, ну, 100 детей через этот трамполин может пройти запросто, или там, ну, 80, да, например, то есть только на одном вот этом батуте, на одном батуте они сделают долларов 80, да, хотя батут, наверное, их, он постоянно у них там закреплён, то есть они, как бы, игры вот эти все тоже, они такие простенькие, по 50 центов, да, то есть все с удовольствием там, как бы, тусуются, но ты понимаешь, я-то понимаю сразу, что это того не стоит, да, вот, ну, просто интересно, что детей они, то есть там, да, такие маленькие сидели, но, я не знаю, младше Джарета, то есть лет по 5, например, допустим, они не понимали, что делать с этими билетиками, то есть мы, я билетик даю, он билетик взял, я говорю, а что мне взамен, ну, там, как бы, громко ещё музыка, он не понимает, что я его спрашиваю, и так продолжает сидеть с моим билетиком, взял его, надорвал, я говорю, а что дальше-то, ему сказали, берёшь билетик, надрываешь, а то, что надо взамен дать мне вот эту длинную тягучую конфету, он мне не понимает этого, вот, а я, как бы, тоже не особо понимаю, что мне делать, что мне брать-то у него взамену билетика, в общем, вот так, интересно, потом, что ещё там было, ну, в общем, вот так, интересно, что дети в таком возрасте учатся делать деньги, они там сами, без взрослых, там взрослые потом приходили с детьми, но вот эти, которые уже стояли за столами, их оттренировали, им сказали, что и как, за что они будут получать потом награду свою, и, кстати, это уже, я часто-часто их вижу, то они продают лимонад какой-нибудь из ничего, то ещё, ну, они из ничего пытаются делать деньги, вот это мне было интересно, вот это мне было интересно посмотреть, и то, что вот они дети как дети, ну, это я постоянно вижу, я знаю, что они дети как дети, мы их постоянно везде видим, поэтому я понимаю, что они такие же дети, такие же родители, как у всех, Но мы там были единственные, которые были не вот из этого еврейского комьюнити. Хотя у нас тут, ну, в перемешку все. Но пришли все, сближали. Но я просто удивляюсь, почему они развесили объявление так вот, что могли прийти все, собственно. И как бы никто, наверное, не решился. А мы решились, мы решились и пришли. И были у них там на заднем дворе, за домом, как бы задний дворик, вот что там у них. Вот эта площадка была отведена. Мы пробыли ровно час, ровно час. И потом я уже думаю, все, нам тут уже делать нечего, уже как бы пора нам уходить. И мы ушли. Вот так вот, немножко пояснение. У нас там было громко, не было понятно, что и как. Или я поставлю вот это свое первым, а потом поставлю эти, ну, наверное, поставлю вот это первым, а потом поставлю картинки, фрагменты из того, что мы были там на заднем дворике. Но хозяин дома очень активно улыбался. Улыбался, и так вот был расположен ко всем, такой вот как бы, и его супруга, как бы вот так вот они как бы вот, ну, как бы рады были всем гостям. Ну, там такая была толпень, за два часа они сделают огромные, огромные деньги. И также вот я смотрю, когда вот этот Крисмас тоже, вот они вот, ну, там, где мы вот ходим туда, Дайкер Хайтс, да, на Крисмас. То есть, тоже там попкорн, и здесь, кстати, вот тоже они продавали попкорн, сладкую вату. То есть, это как бы твой личный бизнес в твоем заднем дворе, да. Но ни налогов же ничего не будет у них с этого, со всего. Они сделали такой маленький карнавал, они сделали себе какие-то денюжки. Ну, там, ну, небольшие, но несколько тысяч они запросто могут сделать за один день, да. Вот. Потом, например, что еще я хочу сказать. Да, и вот когда вот Дайкер Хайтс на Крисмас, они тоже, я тогда считала, вот, они делают картошку, они делают попкорн, они делают кофе, чай, там, вот это все. И тоже это все стоит денег, ну, как любой бизнес, но они делают это у себя на фронт-деске, на, на этом, на пьеднем дворике, на фронт-ярде. И продают, и просто люди дают деньги, они просто кладут себе живые деньги в карманы, все. Так вот. И я тогда считала, вот, с Жариком, что они за эти, там, пару недель Крисмаса, может быть, там, не пара недели, может быть, три недели, они делают себе очень-очень хорошие деньги, вот, просто на этой еде, на напитках, ну, на туристах, гостях своей, своего дома, своей улицы, скажем, да. Все, кто проходит мимо них, они что-то покупают, и они вот делают хорошие денюжки. Ой, так вот, друзья мои, учитесь. Как делают деньги из ничего. Знаете, что я хотела сказать, забыла сказать. У них есть такая хватка, вот у этих деток, я давно это заметила, когда вот, ну, каким-то образом я с ними пересекаюсь, я вижу, что вот еврейские дети, у них есть такая хватка. Они не будут тусоваться, они не будут, как бы, комплексовать, они, они друг за другом, горой, они, один, если что-то там задумался, затупит, так второй тут же подскочит, и все как-то, вот они такие шустрые, вот они шустрые. Вот, они такие, знаете, вот какая-то, ну, мы же постоянно с ними пересекаемся везде, на площадках, на, там, я не знаю, каких-то вот этих вот, какие-то такие центры, где, где детки собираются, там всякие активность такая, как бы, индор, индор активитис, да. Я наблюдаю за ними, они вот не, они не такие, они какие-то хватки, вот у них вот есть вот эта хваткость, вот, и потом, знаете, еще такой интересный момент, мы были тоже, такая была индор активность, ну, фанхаус, типа фанхауса, и Джаред, там как-то все, вот это была такая тарзанка, на которую все хотели, и другой там мальчик тоже с ним, да, и вот просто я заметила такой момент, когда, что такое, как-то он, может быть, чуть-чуть, повел себя не так, вот тот другой мальчик, да, еврейский, и я так вот, что там с папой, там, разговаривалась чуть-чуть, вот реально чуть-чуть с папой, да, тоже евреев в шапочке, все, и он мне, и я так, как бы, ожидаю, что он скажет, там, как у нас привычно жалуются на детей, да, что он скажет, там, например, ну, там, ну, вот такое вот бывает сложно с мальчиками, да, а он говорит мне, хотя тот повел себя немножко неправильно, он говорит, he's a good boy, he's a good boy, и с такой уверенностью он это сказал, что он такой, он хороший мальчик, он хороший мальчик, и я думаю, о-о, вот он не стал при нем говорить там, что-то ты не так сделала, та-та-та-та-та-та-та, нет, он говорит мне, хотя видно было, что тот Шкода, Шкода и прочее, то есть он не стал говорить ничего плохого про своего ребенка, да, в его присутствии, при мне, и я уверена, что и без меня они не будут, он без меня, он тоже не будет ничего говорить плохого, вот, и это вот, как бы, знаете, такой, как бы, показатель, что нет, они своих детей хвалят, постоянно везде, потому что дети всегда ходят с гурьбой, девочки ходят группами, мальчики ходят группами, они никогда не ходят по одному, то есть постоянно у них вот эта групповая такая поддержка, взаимоподдержка, если что-то случается, вот, когда там мне на этот, Пурин, на Пурин, так она стукнула мне там, девушка, вот, молодая девушка стукнула меня в бампер, да, я при моей парковке около моего дома, она не стала ждать и поехала, и, как бы, я не ехала вперед-назад, я просто ехала взад, в карман, как бы, заезжала в карман, да, и она меня стукнула, так, там столько народу прибежало, все были там пьяные, но они столько народу прибежало, и они там за нее были горой, горой за нее были, да, и, как бы, я это уже знаю, я это уже знаю, что они очень-очень будут за своих стоять горой. Что-то еще хотела сказать вам на эту тему, мои наблюдения, вот, за евреями, ну, говорят, вот, знаешь, медсестры, которые работают в ешивах, вот, в их еврейских школах, говорят, вообще, это просто, говорят, такой, особенно у мальчиков, это просто, говорят, у них никакой дисциплины, ничего, им позволяется все, там, ну, никто на них не кричит, никто их не строит, никакой там дисциплины нету, ну, как-то они, вот, видите, вырастают, и все в жизни устраиваются хорошо и неплохо, да, то есть, так, я вижу, что они послушные такие на площадках, они своих родителей слушают, они там особо не капризничают, как-то, вот, у них это в крови, что у них родители, они авторитет, и еще хотела сказать, я работала в, вот, этом, вот, инвитро фертилизейшн, да, IVF офис, и к нам приходило очень много евреев, которые хотели иметь детей, да, и были такие люди, у которых уже было четверо, и у них не получалось, и пятого, шестого, десятого, они приходили к нам, понимаете, и они хотели там сразу три эмбриона, чтобы было, чтобы сразу троих, то есть, для них четверо детей это просто ничто, вот, я просто вижу там у некоторых, вот, смотрю, там есть блогеры, у которых четверо детей, и они рассказывают, как их гнобят за этих четверых детей, я думаю, ну, это вообще уму непостижимо, как их гнобят за четверых детей, а евреям четверо детей это ничто, и малое, мало, понимаете, тут люди там второго думают иметь, не иметь, да, ребенка, а для них четверо это ничто, для них нужно, чтобы было, ну, по крайней мере, восемь, по крайней мере, 8 для них, это нормально. Для них дети это сокровище, понимаете, ребенок равно сокровище, вот такое отношение к детям. Конечно, они ни за что не будут делать аборты, они не будут убивать своих детей, ни за что, ни за что. Вот, что-то еще хотел сказать, вот сейчас со мной рядом сидит, да, и еще какое мое наблюдение, это я говорю сейчас только про ортодоксальных, про ортодоксальных вот этих консервативных евреев, которые вообще там два раза в день молят, они соблюдают все вот эти свои праздники, и как правило у них бизнесы, потому что ну как-то вот исторически, чтобы праздновать все свои дни, они никогда не работают по найму, они работают на себя. Вот, рядом со мной тоже сидят, видите, я отошла, потому что, да, и что я хочу сказать, всегда очень активно принимают участие папы. Папы, мамы, они все с этими детьми тусуются, понимаете, они не взваливают на маму вот этих своих восьмерых-десятерых детей, нет. Они все всегда на всех площадках, и мама, и папа. И я тоже же наблюдаю, мы живем среди них, мы живем среди них, у меня дом среди вот этих еврейских домов. И я наблюдаю, я наблюдаю, какие бы ни были праздники, я смотрю, они все-все-все-все время, вот это, в какое бы время дня я не появилась там около своего дома, утро, днем, вечер, автонон, ночью, они смотрю, все время они вот, и мама, и папа здесь будут присутствовать, и мама, и папа. Поэтому они и рожают, поскольку детей. Да, и интересно, что потом они приглядывают друг за дружкой, Джаред знает, что я иду в туалет. Потом они присматривают друг за дружкой. Детки, которые чуть постарше, они будут тусоваться вот с этой малышней, они будут их нянчить, они будут за ними присматривать. Поэтому частенько смотрят, что они вот так группами, группами, и среди них очень маленькие, и мама как-то присутствует, но как-то вот, она присутствует там, где-то. Она может выйти из дома туда-сюда, но в основном там, как братья, вот сёстры, они уже присматривают за своими младшими братиками и сёстрами. Всегда у них очень-очень вот это вот тимворк, у них очень-очень развито. Так, у нас вот здесь вот какое-то идёт движение, всё перекрыли, но не знаю, что там делается, или что-то там. Похоже, что ничего не делается. Как было, так и осталось. Сейчас пройду, посмотрю. Всё перекрыли, асфальт положили, вроде как новый. Вроде как новый асфальт. Лавочки оставили те же самые, вот у этого флага. Вроде как новый асфальт. И вон до туда аж, вон туда и дальше. Ну асфальт, да, асфальт новый, хорошо. Так, ладно, пойду в туалетик схожу, и вот такая вот, видите, посмотрите сейчас. Ну, интересно вот, конечно. Конечно, Нью-Йорк, это котёл, котёл, в котором варятся все национальности, и очень интересно наблюдать за всеми. Давай, я подержу. Давай, я подержу. Вкусно. Ну, ты пойдёшь. Так, занесло нас на карнавал. На карнавал. На, плати. Давай, я подержу. Давай, я подержу. Плати доллар. Иди. Занесло нас на карнавал к еврейским мальчикам. Давай. Так, вот он платит. Один доллар. Всё, заходи. Каждый, значит, бизнес дети делают. Еврейские дети. Они, значит, трамполин доллар, игры по 50 центов, еда по доллару. Вот. Рядом с нами здесь делают такой карнавал. Мы увидели объявление. А, давай сандальки. Вот, скалоразутся. Вот. Увидели объявление. Ну, сказали, что всем можно. Только плати деньги, и всем всё можно. Давай. Прыгай. Давай, давай. 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 Жарик, на руки, на ноги. На руки, на ноги. На руки. Во, давай, ага. На руки, на ноги. На руки, на ноги. О, классно. Классно. А вот здесь, значит, дети делают сами попкорн. И вот там делают сладкую вату. Здесь они делают что? В общем, еда по доллару, а игры по 50 центов. Эти прыгают. Вот интересно, объявление было для всех. А, что? Держи, держи твою сладкую вату. Вот, объявление было для всех. Я смотрю, только одни мы пришли. То есть, никто не решился, а мы решились. Вот в этом наше всё с Джаритом. Мы идём и... Осторожно, жди, ждай. Огромная тусовка. Вот так еврейские дети учатся делать бизнес прямо с детства. Вот они вытащили свои игры всякие с рисом, там рис, фасоль, и вот какие-то игры. И за это 50 центов. И вот такая тусня. Здесь! Здесь! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok